Непрекращающиеся армянские провокации мы обсудим с нашим гостем. На прямой связи со студией политолог Саэль Искендаров. Саэль Искендаров, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, приветствую вас. В последние недели Армения старательно пытается привлечь внимание мирового сообщества к вымышленному гуманитарному кризису в Карабахе. Армянская сторона даже добилась созыва заседания Совета безопасности ООН по этому вопросу. Почему же мировое сообщество демонстрирует пассивность, когда речь заходит о реальных преступлениях в Карабахе? Честно говоря, я бы не сказал, что они демонстрируют реальную пассивность. Скорее всего, наоборот. Они демонстрируют очень реальную активность для поддержки агрессорской Армении. И, честно говоря, у меня есть собственное мнение, как бы субъективное мнение насчет того, что Армения добилась созыва Совета безопасности ООН. Это не Армения добилась этого созыва Совета безопасности. Это добились как раз-то покровители, закулисные покровители Армении таким макаром, что тем не менее, чтобы добиться своих определенных преференций на Южном Кавказе. При этом, как будто пытаясь оказывать давление на Азербайджан, на Азербайджан, на его именно конкретно позитивные шаги, и усилившие влияние на Южном Кавказе целиком в регионе и как раз-то еще в глобальном масштабе. Вопрос в том, что как раз-то Азербайджан сегодня диктует определенные, в принципе, не определенные, а конкретные свои условия мира и установления взаимоотношений в постконфликтный период на Южном Кавказе. И в этом плане, естественно, это очень плохо глядя, в кавычках, на определенных покровителей Армении, которые сами непосредственно хотят стать хотя бы одним из основных модераторов на Южном Кавказе в этом плане на ралли с Азербайджаном, а поскольку определенные игроки, внешние акторы в этом плане особо не горят желанием придерживаться норм международного права, естественно, Азербайджан в этом плане дает очень достойный отпор этим силам. И вот как раз-то этим силам и как раз-то нужны вот такие провокации со стороны Армении и, с другой стороны, именно такие, в кавычках, так бы скажем, попытки Армении привлечь внимание общественного, как будто мирового сообщества в регионы, якобы на плачевном положении армян, проживающих в Карабахе. Я считаю, честно скажу, я так скажу, что на наших граждан армянского происхождения, поскольку кто бы как ни считал, я считаю непосредственно нашими гражданами, хотя они пока там, в принципе, это не приняли присягу по законам Азербайджана, но мне кажется, что я более чем уверен, что рано или поздно это все случится. Хотя есть какие-то попытки со стороны Армении, со стороны каких-то внешних акторов, как бы там повлиять на их такое там негативное решение. И в этом плане я очень боюсь, что как раз-то, в принципе, это моя позиция, что СССР это не попытка Армении, как раз-то это Армения сделала, с подачей внешних игроков, и я скажу вот такое, выскажу с объектами мнения. Это попытка СССР, больше всего там есть, кому шаг не против Азербайджана, а шаг против России. Почему? Еще раз я повторюсь, и несколько раз я говорил в вашей студии, именно этот тезис. Сейчас Армения конкретно и по наушению своих там зарубежных покровителей хочет доказать всему миру, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства. Их обязательства, понимание армян и армястов, это то, что они непосредственно должны конфликтовать с Азербайджаном во имя и в интересах армястов и Армении, а поскольку российские миротворцы и российское руководство на такие провокационные шаги не идут, а как раз-то Армения как раз-то с подачи своих покровителей вызывает этот Совет Безопасного ООН, чтобы доказать то, что вот да, поскольку российские миротворцы не выполняют своих прямых обязательств по защите армян, в кавычках, поскольку они не идут на противостояние с Азербайджаном, значит, надо их оттуда убрать и ввести туда, вот как Армения там уже всем там, извините за ображение, уже плеш проело что-то вот там, там должны как раз-то туда вводиться какие-то международные силы для обеспечения прав армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Вот какие провокации идут. И естественно, я в этом плане, я понимаете, честно говоря, абсолютно не удивляюсь на такие провокации, не удивляюсь на такие провокации, меня абсолютно не удивляют такие провокации на шаги, ни со стороны Армении, ни со стороны там их покровителей, ее покровителей, поскольку Южно-Кавказский регион находится на пересечении геополитических интересов, мировых центров сил. И в этом плане, и все время, не только сегодня, завтра, послезавтра, и с поколевых веков так было, так и будет то, что всегда будет пересекаться, вот сталкиваться в эти интересы. И вот мастерство Азербайджана и азербайджанско-политическое руководство как раз-то состоит в том, что Азербайджан, как бы скажем, зарядила и сомкнула на себя вот все эти интересы всех региональных и нерегиональных игроков. И в этом плане очень искусно маневрировая и используя свою искусственную дипломатию, как раз-то в одних рамках там, в принципе, объединил интересы всех этих игроков, в том числе, в первую очередь, исходя из государственных и аполитических интересов Азербайджана. Вот в этом плане, поэтому я не удивляюсь, и не удивляюсь никогда о том, что все эти попытки всегда будут. Но самое главное в том, что попытки попытками, а самое главное, Азербайджан очень успешно, все конкретно, как будто вот, исходя из своих геополитических и государственных интересов, очень успешно конкретно этими задачами справляется и в принципе не втягивается в это провокации и временами в нужный момент очень дает очень сильный и мощный и очень искусственный отпор этим провокациям и тем более, что и Армения, и ее покровители давно-давно уже должны были понять, что посмотрите, вот за последние почти три года каждый раз их провокации получают очень достойный отпор со стороны Азербайджана и причем каждым разом требования и предложения Азербайджана все больше и больше ужесточаются. не в пользу армян. Вот, допустим, если два года, три года, два с половиной года, там и назад, армяне и их покровители, армяне и их покровители, сразу бы пошли на выполнение пунктов всех там требований трехсторонных соглашений от 10 ноября 2020 года, они бы сейчас были в очень лучшем положении. А каждым годом и после каждой провокации в этом плане их положение все больше и больше усугубляется. И Азербайджан, исходя из своих усиливших позиций, каждый раз свои требования еще больше ужесточают. Естественно, это требование все соответствует рамкам, вернее, нормам международного права. Так вот, самый главный вопрос. Я думаю, что все эти провокации как раз-то работают против Армении и ее покровителей. И в том, что я думаю, что вот эта заседальность в этой безопасности ООН ничего положительного Армении не принесет. Почему? Потому что, посмотрите, там есть два основных модератора. Москва и Соединенные Штаты Америки. Вот, в принципе, там переговорная платформа. Поскольку, поскольку, я опять же остаюсь в своем мнении, то, что вот это заседание в первую очередь направлено против самих России, российских миротворцев, Россия никогда не поддержит какое-нибудь там, допустим, заявление или принятие какой-то резолюции, которая непосредственно бьет по ее позиции. И вот в этом плане армяне ничего не получат. А Соединенные Штаты Америки и Вашингтон практически как раз там уже становятся как будто вторым мощнейшим модератором в этом процессе. Мы установили постконфликтные отношения. И я думаю, что в этом плане Вашингтон тоже очень прекрасно понимает позицию и роль Азербайджана, значение Азербайджана не только в глобальном масштабе, еще не оригинальном, вернее, и в глобальном масштабе. И в этом плане я более чем уверен, что Вашингтон тоже на какие-то вот такие провокационные заявления приняты какие-нибудь провокационные резолюции против Азербайджана. На это не пойдет. Вот в этом плане и Армения, и ее какие-то покровители, не знаю, может и в Европе, или в каких-то международных структурах, это должно окончательно понять. Салья Ивановна, я Вас благодарю за Ваш развернутый ответ. И напоминаю нашим зрителям, что очередные провокации Армении мы обсудили с политологом Саэлем Искандаровым. Продолжение следует...